всем привет в это субботнее утро слушайте на улице прямо свежесть такая прям хочется дышать полной грудью вообще сейчас время уже без 10 10 сейчас посмотрела на часы у нас если вы слышите уже с утра пораньше там репят скрипят и все остальное не знаю на какое время не могу снимать мастер-классы собиралась вечером поздно я уже не могу снимать потому что но усталость то берет свое за день и причем вечером освещение не такое вот в течение дня у нас вот это у соседей идут ремонты я так поняла что даже у двух потому что с разных мест вроде бы гудит и получается что планы пока никак не могу начать снимать мастер-классы то 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 это и может для кого-то покажется это легко и просто возможно это и так кому-то все дается легко но для меня это не так легко и просто красивые опять облака у меня я с утра уже попила кофе с бутербродом и и пока все есть планы я потом вам о них расскажу ко мне опять пришла кумушка в своем чудесном свитере я уже про него рассказывала кумушка тоже мастерица у меня всем кто да поздоровайтесь девушка кто со мной давно тут уже не раз видел ее во влоге и мы опять себе устроили трапезу здесь картошечка вот мяско про которое я говорила легко и просто разморозить под крышкой что-то видя слова аж потерялись а курочка была запеченная и там осталось а я в морозилку положила и вот в таких случаях быстренько здесь на скорую руку сделала салатик опять же мне написали куда вы крабовые план палочки вам нельзя можно подумать и сядут килограмм палочек съем вот я для таких случаях 4 палочки ровно 4 палочки здесь два помидорчика сливки 3 огурчика очистила шкурки и значит лучок 3 яйца в общем и все по-моему ну и майонеза там пару ложек вот получился замечательный такой салат я знаю что он очень вкусный ну а потом мы попьем кофе чайник у нас уже закипают там видно кулек от уже использованный пряжа там была использовала ключик лежит такая натюрморт вот так что всем приятного аппетита кто сейчас кушает и мы будем тоже кушать всем привет сейчас время около десяти часов и сегодня двадцать четвертое число у нас солнечно хотя ветерочек такой холодненький довольно таки и честно не могу сказать сколько было ночью градусов но сейчас когда выходила на балкон перед этим посмотрела в своем телефоне на погоду сейчас у нас показывает 15 градусов вот солнышко еще пока светит вот вчера пасмурно было вчера кумушка приходила я говорю холодно на улице она говорит довольно таки свежо я эти дни просто не могла физически снимать влог потому что там где я была вообще не приемлет никаких видео вот есть такие люди прям с таким норовом прям ты что я хотела снять что я пришла в гости там говорю я вас даже снимать не буду нет сейчас же выключи не вздумай прям такие это мне прям аж удивительно было встали так надо быть палисадничек там уже постепенно от цветов отходит кот опять тот и кот или кошка опять гуляет там красивые конечно эти эта порода красивая такая как у Маргариты я не знаю я не сильно в породах собак кошек да и вообще в цветах много чего я еще в жизни не знаю конечно очень много я уже кофе попила с утра так как опять проснулась в шестом часов а сейчас уже около десяти уже надо что-то перекусить интересно кардиган связан связан имеется в виду может это и машинная вязка но стиль бога такой как я люблю люди видите одеты в теплую одежду потому что все таки наверное прохладушка там но я стою на балконе мне не холодно у меня уже стирка стирается навела порядки я почему как бы навожу порядки чуть попозже наводила вернее потому что с утра села пока разобрала свои почтовые ящики пока навела порядок в соцсетях вот потом позвонила дочь пообщалась с дочерью ну и пришло время уборки в квартире готовки а потом я уже хочу снять мастер-класс вчера так и не получилось потому что позвонила кумушка что она идет и естественно в приоритете у меня реальное общение поэтому опять все отложилось вот так вот каждый день что-нибудь домешает вот ладно пойду смотрите то что у меня там готовится на завтрак у меня вот такие замечательные бантики я их называю бантиками хочу покушать без ничего чуть-чуть масла добавлю и уже у меня здесь готов чай заваривается еще видите только что только что заварила и всем приятного аппетита на ужин у меня такой красивый супчик с рисом сегодня приготовила все завтра не буду ничего готовить все у меня будет и макарончики у меня есть супчик у меня есть огурчики есть помидорчики есть салатик могу приготовить так что завтра буду трудиться всем привет я решила сегодня с утра пораньше сходить монет косметику у меня закончилось закончилось моющее средство вот надо купить чтобы стирку сделать нужно перестирать все зимние вещи потому что я вчера свой день занималась тем что вытягивала летние вещи перекладывала упаковывала и значит отправляла на зимнюю лёжку вытягивала зимние так что у меня тут торчит и теперь зимние нужно из-за того что они там лето пролежали постирать и развесить затем шифонер для того чтобы уже пользоваться стоим я что-то посмотрела на градусник было 12 градусов я оделась как капуста здесь что так жарко наверное я зажарюсь ну солнце светит очень хорошо светит солнце ветерочек такой небольшой я с утра как видите покрасилась так и не съездила кумушки покрасилась опять сама вот так что я сегодня уже во всеоружии сейчас часов десять всего лишь а я уже видите отправилась на выгул у меня сейчас начинается такая проблема что обуваться для меня целая трагедия потому что обувь сложно найти и это для меня мучение особенно когда текает ноги я сегодня с утра одевала после лета туфли ходила в начале по квартире чтобы уже одеть и комфортно идти как я иду сейчас не так чтобы было это комфортно но тем не менее иду во все эти дни влоги снимать вообще практически нет времени потому что не хочу же вам показывать свой раскардаш что я там в начале вывалила все шифонера летние складывала зачем вам это видеть давать пищу для тех людей которые только ждут того чтобы уколоть меня сказать слова какие-то в мой адрес вот и тем более что это время эти дни после укусов пьярок у меня очень сильная аллергия была и зуб такой невыносимый просто сил никаких нет и поэтому не говорить не делать не снимать ничего не хотелось дабы не передавать свое настроение на экран ну я думаю вы меня простите видео все равно выходят того или иного вида там в основном вязальные но тем не менее я все равно продолжала вязать вчера готовила там я кусочки снимала вот сейчас схожу в магнит я почему остановилась потому что я уже практически подошла к тому месту где мне переходить и там стоит толпа зевак не хочу идти с селфер палкой поэтому я сейчас перейду если что еще раз включусь ну все поделала я свои дела как я и говорила нарядилась как капуста а на самом деле очень жарко в магазине вообще снимала пальто кстати это пальто у меня темный омут есть мастер-класс на него на канале я постаралась рассказать так чтобы мог связать любой и на маленький размер и на большой и начинающий и профессионал скажем так ну при желании если захотите сможете связать это кавказская пряжа и если вы обратите внимание очень хорошо смотрится не знаю мне лично нравится ну жарковато конечно сейчас еще я не знаю сколько сейчас градусов но на солнце вообще жарит еще он темный и в общем рановато я его наверное одела и даже вообще не знаю что сейчас одевать чтобы не было жарко туда еще когда на легке шла еще так всяко оттуда уже шла вообще у меня сейчас прям по спине течет хотела купить творог а творога не было в стекляшке без творога сегодня придется жить ничего не сделать я потом покажу что я приобрела что я закупилась вроде по чуть-чуть по чуть-чуть и опять набралась вот так что вот такие мои дела на улице как я уже сказала благодать осень вступает в свои права я в том смысле благодать что все до такой степени она же вообще когда красивая осень это красивая осень везде такие деревья листочки зеленые желтенькие красненькие я иду у меня прям душа радуется не знаю я в последнее время стала обращать внимание на такие краски в прошлом году тоже снимала вам какая красивая у нас осень вот ну все рассказала вам предподъездные новости заходила заходила на рынок такой богатый рынок сегодня вообще столько всего прям глаза раздвигаются наверное люди последние денечки пока тепло стараются продать а то потом начнутся дожди и сильно то не посидишь я так смотрю что их не гоняет потому что один на одном сидит около стекляшки прям очень много хотя там написано что штраф 3000 рублей не боятся все равно сидят на свой страх и риск говорится так посижу еще чуть-чуть и пойду итак что же я купила в магните магнит косметик а не в магните вот я купила на 1719 рублей хочу сказать что если вы посмотрите смотрите сколько у меня скидка 403 рубля потому что я пенсионер то есть так бы было бы больше двух тысяч а 400 рублей скидка ну я не знаю может быть из-за того что сегодня среда и там у них идут скидки может еще что-то но у меня спросили опять пенсионная я показала и вот получается мне сделали скидку хотя вот так если посмотреть то на 1700 вроде как на 1700 здесь и ничего и нету ну ладно им виднее значит жидкое средство для стирки белья я покупала два месяца назад здесь написано на 37 стирок получается что мне хватает вот этой бутылочки на два месяца ну если учесть что она 300 рублей да и скидка пошла то десять процентов это получается 30 рублей да 270 рублей мне она обошлась то получается что скидка довольно таки впечатляет и на два месяца 270 рублей это довольно таки прилично да ну скажу плюс что я стираю довольно таки часто раза два три в неделю я точно стираю потому что практически каждый день переодеваю свои платья домашние ну и постельное белье два раза в неделю меняю ну и так далее не буду тут все перечислять вот а в связи с тем что еще до недавнего времени было жарко вообще чаще стирала еще я купила вот такое хозяйственное мыло но вы знаете я его купила не из-за того что как бы оно было сильно мне необходимо а в целях лечебного свойства говорят ну как бы я очень много прочитала всяких народных рецептов ну и вот как бы для моего заболевания нужно капустный лист намылить хозяйственным мылом и прикладывать ну попробую вроде как капустный лист это как бы не думая что он мне сделает какой-то вред вред и хозяйственное мыло не думая что сделает какой-то вред дальше я приобрела вот такое моющее оно очень экономно я не знаю насколько мне его хватает на полгода возможно даже на полгода это потому что у меня вот есть она не совсем чистенькая но не обращайте внимание вот такая бутылочка да здесь написано концентрат для митя посуды детских принадлежностей с ароматом натурального лимона это то же самое вот я выливаю получается даже не полностью я иногда выливаю и пользуюсь вы не представляете сколько ну с одной стороны у меня и посуды не так-то много тарелка один раз в день ну в общем мало посуды у меня но тем не менее мне хватает надолго получается что это жидкое средство 170 рублей и здесь 600 миллилитров и с учетом того что опять же скидка получается что он оно мне выходит довольно таки нормально я вас обманула сказала что 170 рублей а стоит он 143 и минус 15 ну 16 рублей в принципе 125 рублей получается стоит этот пузыречек или пакетик вот дальше со скидкой я купила вот такой дав 94 рубля тоже со скидкой купила вот такую расческу потому что у меня моя расческа крякнула вот в этом месте потянула ее посильнее волосы запутались и получается что я его ее благополучно сломала 134 рубля мне вышла расчесочка вот ну естественно я купила туалетную бумагу она стоит 150 с копейками сейчас да туалетная 143.10 да и скидка 15.90 так дальше купила вот такого утенка туалетного всем мне советовали чтобы я попробовала его для того чтобы известковый налет удалить я все продолжаю бороться с ним все никак мне не помогает и получается туалетный утенок вышел мне 92 рубля ну не хочет вот 92 рубля ну естественно не обошлось без пряжи и получается сейчас у меня я купила две упаковки пиона так где у меня здесь пион пион пряжа вот так вот быстро не найдешь так нитки пион 402 рубля это за две упаковки у меня здесь получается три упаковки вот три упаковки 402 рубля это получается 12 штук здесь получается меньше 30 рублей что ли там 40 да меньше 30 рублей вот и еще я купила ниточки вот такие два цвета а эти нитки где их найти эти нитки да они мне обошлись 484 рубля и здесь тоже 12 моточков потому что в упаковочке по 6 получается что они 44 рубля да примерно ну примерно я так не делю конкретно вот ну и опять мне надавались крепыши я их благополучно применила как стоперы для петлей на спицах ну еще вот купила облепиха гигиеническая помада вот это вышла у меня такая покупочка в магнит косметик сейчас я покажу что купила на рынке да я забыла сказать почему же я купила нитки еще вы же знаете что я вяжу по чуть-чуть совсем вяжу жилет пчелка в стиле бухо да и черных ниток у меня там по-моему две упаковки было а теперь у меня их четыре поэтому я переживала что их возможно черных ниток мне не хватит теперь хватит сто процентов пусть лучше останется чем не хватит ну а здесь я просто вам покажу рассказывать много по ценам не буду так примерно тоже вам скажу что почем даже не знаю сколько стоит сметана вот пятнадцати процентную я купила хотела купить творога творога не было этот раз поэтому только сметанку купила возможно завтра творог куплю на рынке купила свиноговяжий фарш полкилограмма здесь и 330 рублей стоит что я буду с него готовить я сегодня хочу приготовить вы увидите попозже в магазине купила хлебушек сочник у нас 10 ситничек называется 10 рублей стоит на бутерброды я взяла это это у меня хлебушек с отрубями вот вы говорите что я только покупаю такой вредный хлеб на самом деле я покупаю разный хлеб просто так совпадало что когда я показывала попадал такой хлеб который не с отрубями вот на 50 рублей купила вот такое количество помидор это домашние помидорки они уже такие остатыши скажем так да где-то там еще зеленоватые видите ну я специально купила такие чтобы они могли полежать есть такие которые надо вот например этот уже отправлять на салат поэтому я специально выбирала такие чтобы можно было бы вот сейчас прям поесть и потом буду постепенно потому что я не съедаю конечно я и продавцу говорю мне штучек 6 он говорит да что там 6 берите больше давайте на 50 рублей а вообще килограмм 60 стоит я говорю да я не съедаю они у меня пропадают он говорит как они могут у вас пропадать я ему рассказываю ну я вот один огурец и один помидор на салат режу говорю мне этого достаточно на один раз скушать с запасами я не готовлю салаты поэтому хватает и не будешь же один допустим салат такой есть мне лично он надоедает если я буду каждый раз есть такие вот яички яйца у Алены я покупаю у них желточек желтенький внутри вот они немножко дороже чем вот допустим в Раде же у нас ну такие же хорошие яйца ну по крайней мере я сейчас почему-то перешла на них вот такие мои покупочки а нет я еще забыла что я купила по 90 рублей малинку опять малинку купила посмотрите какая красивая малина просто вообще ягод как ягодки я еще так старалась аккуратно нести чтобы не помялась она видите какая красота всем такой натюрморт надо будет перебрать конечно перед употреблением я почему-то подсела на малину с творогом мне очень-очень нравится понравилось по крайней мере вот последнее время я с удовольствием употребляю но так как я творог не купила поэтому подумаю что я могу с ней сделать ну и возможно если я до завтра вернее завтра куплю творог то она до завтра то не пропадет вот такая сладкая товарищи ладно пошла я дальше и вот такие скрипыши у меня находились этот раз в моих кулечках два новеньких таких у меня еще не было а эти таких у меня уже четников много вот кто-то же придумал их я готовлю новый мастер-класс по вязанию вот такого узора завтра наверное скорее всего что вы его увидите и покажу сейчас вам сколько я провязала уже моей моего пуловера то есть я уже перекинула на бросовую нить петли вот здесь вот последний раз я показывала у меня она была на спицах еще не было ростка росток вывязала подрезы здесь здесь у меня по боку ложный шов да и тут же у меня идут прибавки видите как не очень скажем аккуратно хотя я старалась сделать аккуратно выглядят здесь прибавки все из-за того что здесь хлопок присутствует поэтому я решила сделать ложную ложный шов и такой же шов будет ложный на рукавах вот что еще тут какие новшества я для себя в виду я даже еще не знаю все это делаю приходит в голову и я варю ну в общем столько связала уже посмотрим сколько я свяжу к субботе я вчера постирала свою мандаринку еще не до конца она у меня высохла но ой стирала в стиральной машине на сорока градусов и собственно вы сами видите что ничего не произошло с ней значит что хочу сказать здесь я по горловине сделала спандекс ну в общем прошла спандексом но придется перевязать из-за того что немножко сборит я почему-то думала что после стирки не так будет сборить но все равно сборит наверное слишком я подтянула вот поэтому надо распустить и по новой провязать на улице красоте все так еще наслаждаются солнышком прогуливается не спеша идут но ветерочек такой прохладненький сейчас я стою прямо хорошо подтягивает одна подписчица мне спросила что вы сейчас смотрите девочки смотрю пятый сезон как избежать наказание за убийство за четыре дня я посмотрела четыре сезона четыре за четыре дня вот пятый сезон сегодня начала смотреть третью серию за сегодня уже смотрю но там серия небольшие по сорок чем-то минут поэтому этот фильм если вы моралист то я не советую его смотреть а если вы адекватно смотрите на сексуальные меньшинства и так далее то в принципе советую посмотреть потому что фильм рассказывает о женщине адвокате черной как вы видели сколько ей в жизни пришлось пережить и страдала алкоголизмом и потеряла ребенка и мужа и так далее и так далее и не не стало на колени начинала постоянно с нового листа и где-то как бы я вот смотрю и немного прослеживается сходство с моей жизнью в общем вся жизнь борьба как называется так что если вы жуткости не боитесь потому что там много крови и так далее но фильм конечно очень интересный он цепляет себя с первой серии и не отпускает до последней что называется это походу не последний сезон будут еще это не реклама ничего просто я рассказываю задали мне вопросы отвечаю и на этом я наверное свой влог сегодняшний закончу он у меня растянутый за несколько дней и я с вами прощаюсь совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была Ирина субтитры